Здравствуйте! Здравствуйте! Чувствующие существа! Мне тут поступил вопрос. Здравствуйте, Валерий! Я слышал от вас, что ваша основная практика – это Шикантаза – просто сидеть. И здесь, в Сангхе, в облачной Сангхе, вы ее часто даете. Мне интересно, чем Шикантаза отличается от Задзен и как Шикантаза работает? Зачем нам просто сидеть? Что это дает? Я сама новичок в медитации, и пока мне нравится пробовать разные упражнения, наблюдая, как они на меня действуют. Шикантаза, как вы ее преподаете, пока мне больше всего подходит, но хотелось бы знать еще и какие-то традиционные основы этой практики. Также мне интересен исторический и культурный контекст. Не могли бы вы рассказать, если знаете, когда и как появилась эта практика? Заранее благодарю вас и имя. Заранее, когда я прочитал этот вопрос, я сначала хотел ответить вкратце, очень сжато, в общих чертах. Однако, когда начал составлять примерный план ответа, то сразу же понял, что про это надо поговорить. И то упомянуть, и вот это не забыть. Много всего. В итоге, набралось много разных аспектов, и так что я решил сделать вот такую серию не очень длинных видео о практике Шикантаза. Ну, к тому же серию можно продолжать до бесконечности, так что если я сейчас что-то забуду, то впоследствии всегда могу вернуться к этой теме и добавить еще что-нибудь. Если буду жив, конечно. Так, все, что я скажу дальше, будет моим мнением, моим видением этой практики, основанным в моем очень ограниченном личном опыте. Опыте этой практики, пусть достаточно долгом, но все равно это мой личный опыт. Ну, и также какого-то моего знакомства с традицией, но опять же, моих отношений с этой традицией. Для меня это всегда очень важно подчеркивать, что у каждого из нас возникают, образуются какие-то свои отношения с традицией и какой-то свой очень личный опыт практики и свой очень личный путь. Даже если этот путь располагается внутри какой-либо традиции. самым лучшим объяснением, что такое практика шикантаза или просто сидеть, было бы вот это. я сама являю, я хорош. это не удовлетворит. Поэтому я попробую использовать слова. Сначала давайте я сделаю небольшую преамбулу для тех, кто совсем ничего не знает об этих названиях – дзадзен и шикантаза. И дзадзен, и шикантаза – это японские термины, употребляемые в практике дзен-буддизма. Теперь чем отличается шикантаза от дзадзен? Ничем. Шикантаза – это одна из форм дзадзен. Вот, посмотрите. Четыре чашки. Все они называются словом «чашка». Мы применяем их для того, чтобы пить чай. Но, как видите, все разные формы. Вот это, например, чашка с ручечкой. Так вот, все это дзадзен. А вот это – шикантаза. Дзадзен же в переводе с японского – это медитация сидя, практикуемая в дзен-буддизме. Дза – это сидеть, а дзен – это японское название направления буддизма, которое пришло в Японию через Китай, где оно произносилось как чань. А это слово, в свою очередь, произошло от санскритского слова дхьяна или палийского слова дьяна, дьяна. И очень обобщенно, не вдаваясь в специфику различных контекстов. Можно сказать, что дхьяна, джьяна, чань, дзен, сон также в Корее означает созерцательную практику. То, что мы сейчас вот в нашем глобальном мире называем, собственно, медитацией. Если сказать коротко, то школа чань или дзен в Японии или сон в Корее в свое время сделала упор, особенный упор именно на созерцательной практике. В противоположность многим другим линиям и школам буддизма, которые в определенный исторический период развития буддизма еще в Индии, собственно, на границе того, что мы называем сейчас началом нашей эры, вот эти многие направления буддизма стали уходить в философию, в такую схоластику. То есть больше теоретизировать о жизни, о реальности, чем практиковать какой-то контакт с этим, познание через непосредственное переживание. Ну, на эту тему об истории дзен-буддизма вообще, возможно, запишу другое видео, если это будет интересно. Так вот, возвращаясь к практике шикантаза. Дзен-буддизм теперь это тоже далеко не однородное течение движения и разделяется он на несколько ветвей. Если мы сейчас оставим в стороне китайские, корейские, вьетнамские школы и сосредоточимся только на Японии, то и в Японии сейчас существует четыре достаточно больших ветви дзен-буддизма. Две совсем большие, такие популярные, это Ринзай и Сото. И две поменьше, О-баку и Сан-бо Кьё-дан. Так вот, во всех этих школах практикуют дзя-дзен, как основную практику. То есть медитацию сидя, но разного вида, разного вида. Шикантаза или просто сидеть практикуется только в одной из этих школ, в школе Сото, основанной учителем Догеном в 13 веке. Сам Доген научился этому упражнению в Китае у учителя, имя которого сейчас произносится по-разному в разных транскрипциях, транслитерациях. И я слышал такие варианты Ру-ин, Ру-дзин, Жу-дзин, а в Японии его называют Ньё-дзё. Так вот, этот Ру-ин Ньё-дзё практиковал подход школы Чань-буддизма под названием Цао-дум, которая делала акцент как раз на вот эту самую медитацию, которую Доген назвал Суикантаза, просто сидеть. Но там, в Китае, эту практику преимущественно называли, я, к сожалению, не знаю китайского названия непосредственно, как это звучит или пишется на китайском, но на английский это переводят как Silent Illumination, что, в свою очередь, на русский можно было перевести как безмолвное озарение. Но мне кажется, именно эта формулировка, безмолвное озарение, увела бы нас от сути этой практики. О сути я расскажу позже, возможно, уже в следующих видео. Пока остановлюсь лишь на одном важном учителе, который написал несколько весьма поэтичных текстов об этом пути. Учителя звали Хоан Чай, и он подчеркивал, что в практике вот этой медитации сидя очень важен баланс между спокойствием или уравновешенностью и ясностью. И про этот баланс как суть практики, как я уже сказал, подробнее будет дальше. И вот в этом контексте, в контексте баланса уравновешенности и ясности, вот английское выражение Silent Illumination, несмотря на то, что Silent – это про тишину, тем не менее я перевел бы как, например, спокойная ясность. Еще раз, я считаю спокойную ясность более точным, более таким правильным переводом в контексте именно этой практики, чем безмолвное озарение. Потому что это, по моему мнению, относится действительно к самой сути этой конкретной практики. Так, пока запомнил. Спокойная ясность. Теперь вместе с Догеном вернемся в Японию и поговорим про Шикантазу. То есть, то, что мы называем просто сидеть. Когда мы рассматриваем любую традиционную практику, традиционное упражнение, некое упражнение, передаваемое в традиции из поколения в поколение, нельзя не обращать внимание на культурно-исторический контекст, когда эта традиция, собственно, начинала возникать. Откуда она появилась? В каких обстоятельствах? В отношениях с кем и чем? Потому что любое новшество появляется в какой-то среде в отношениях к уже существующему. В то время, когда эта практика устанавливалась Догеном в Японии, то есть в 13 веке, также начинала укрепляться и практика дзадзен другой школы дзен, ринзай, или линьцзы по-китайски. Это название восходит к имени учителя, линьцзы, по-японски ринзай. И эта медитация, также медитация сидя, в общем-то в той же позе, но она сосредоточена на куане, ну такой специфической истории, содержащей в себе вопрос. Вопрос, на который невозможно ответить рационально, как-то логически. Например, каким было ваше лицо до рождения ваших родителей? Попробуйте ответить рационально на этот вопрос. И таких куанов были сотни, если там не тысячи. Так вот, такой куан, такую вот задачку с заданием разгадать ее ученику давал квалифицированный учитель, прошедший и завершивший весь цикл тренировки в этой традиции. То есть сама традиция определенным образом подтверждала, что этот человек прошел обучение, как бы так, сдал экзамен и теперь может называться квалифицированным учителем и обучать других. И вот учитель давал это задание, и когда ученик думал об этом куане, думал и думал и думал вот в такой созерцательной манере. То есть он садился также в медитативную позу, выстраивал ее, сидел неподвижно, но при этом фокусировался на этой задаче. Каким было мое лицо до рождения моих родителей? Каким было мое лицо до рождения моих родителей? Ну, примерно так. И вот он думал, думал и думал, и думал, и думал, что он был, пытаясь дать какой-то ответ. И это могло происходить в течение недель, месяцев, даже лет. Но в конце концов у него происходил некий прорыв в его внутреннем состоянии. Вот в этой знакомой реальности как будто бы образовывалась щель, куда, собственно, ученик и нырял. Когда приходило это озарение, и он мог на мгновение прозреть в глубинную суть жизни, суть реальности, себя, сознания, лежащие за пределами слов, любых определений. То есть, собственно, вот эта логичная задачка Коан как будто бы ломала привычное, рациональное построение реальности. И человек мог выйти за пределы этого на мгновение. Знаете, как говорил один из учителей дзен, Циньюань, до Сатори горы были горами, а реки — реками. Во время Сатори горы перестали быть горами, а реки — реками. После Сатори реки снова стали реками, а горы — горами. Сатори — это и есть вот это вот мгновенное пробуждение, мгновенный прорыв куда-то, когда всё меняется, всё преобразуется. То есть, во время Сатори человек перестаёт воспринимать реки и горы как концепции, как названия, как слова и встречается с ними непосредственно, напрямую. И это переживается таким каким-то мистическим образом. Но больше об этом ничего нельзя сказать именно потому, что это выходит за пределы слов. и, возможно, мы можем назвать это вот тем самым термином безмолвное озарение. Это именно мгновенное переживание за пределами слов и вообще каких-либо определений. Безмолвное озарение. И, как я уже сказал, это переживание в дзен называют Сатори. Сатори принципиально не описывается словами, оно выходит за пределы любого описания. Собственно, поэтому вся эта словесная история, сам Куан всегда такой логичный, выводящий за пределы логики, рационального мышления и словесного описания. То есть это не парабола, это не метафора, которая указывала бы на какое-то, опять же, новое определение. Это также не притча с какой-то заложенной в нее моралью. Нет. Задача Куана состоит в обратном. Вывести человека за пределы любых определений, любого рационального понимания. И когда после долгой и довольно мучительной, надо сказать, практики, с учеником случалось вот это безмолвное озарение, то учитель видел, как-то вот чувствовал это, потому что он был квалифицирован, что с учеником это произошло. После чего он сразу же давал ему следующий Куан. Вот в этот же день. Окей, ответил, на тебе следующий. Как звучит? Хлопок одной ладонью. Вот так. Итак, обычно продолжалось несколько лет, пока ученик не проходил сборник всех Куанов, потому что действительно уже существуют такие канонические сборники, сформированные этой традицией в течение нескольких сот лет, где просто учитель выбирает эти Куаны и предлагает их ученику по очереди. Пока он их вот проходит в течение там, может быть, трех, четырех, пяти, шести лет, пока не пройдет все. Ну, понятно, что не все выдерживают, некоторые уходят, потому что это все очень трудно, все это обычно происходит в монастырских условиях, где жизнь тоже такая несладкая, и режим буквально палочный, потому что учеников еще бьют палкой время от времени для такого взбадривания и пробуждения. Субтитры сделал DimaTorzok так продолжалось в течение сотен лет, и насколько я знаю, в монастырях школы Ринзай так все по сей день и продолжается, такая же вот традиция. И вот здесь мы можем увидеть одно важное различие между школами Ринзай и Сото. Почему, собственно, я так подробно, ну, достаточно подробно рассказывал про Ринзай? Потому что на контрасте мы можем увидеть отличия Сото и практики Шикантаза. Это различие в акцентах. В одной школе, в Ринзай, акцент в большей степени делается на результат, на цель, в другой на процесс, на бесконечное движение. Хотя в школе Ринзай мы, конечно, тоже можем увидеть процесс, потому что, как я уже сказал, после каждой вспышки озарения, после каждого сатари, ученик начинает все как бы заново, с новым Куаном. Ну, а по сути он просто продолжает процесс практики. Тем не менее, при решении этой задачи у ученика всегда есть цель – решить ее. То есть цель выбирается как бы за пределами этой задачи, этой практики. Цель там, впереди. Цель – выбраться за пределы задачи, освободиться от нее. Потому что, действительно, пока человек решает ее, это очень мучительный процесс. Он упирается в невозможность ее решить. Но, как я сказал, эта цель всегда впереди – разгадать загадку, решить задачу, достичь вот этого маленького пробуждения – сатари. А в итоге есть еще и большая цель – достичь большого пробуждения, стать Буддой. Достичь некого окончательного, окончательного пробуждения в будущем. Доген же, и его китайские предшественники, и японские, и прочие мировые последователи, противопоставили этому совершенно другой подход – акцент на процессе. Ну вот, это была небольшая историческая справка. В следующем видео я расскажу непосредственно о самой практике. Простите за внимание, спасибо за беспокойство, и наоборот. Еще раз напомню, что все, что я говорю – это мой взгляд, моя интерпретация, а не какая-то истина с большой буквы, что так, все было, и все есть, и все будет. И счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...